ребят всем привет привет сегодня интересный выпуск сегодня у нас будет распаковка я знаю что у вас на канале есть любители распаковок так вот ребята это сегодня для вас мы с катей заказали робот-пылесос посмотрите он уже к нам пришел буквально прошло пару дней и он к нам пришел больше всего его ждал слава если честно в общем ребят смотрите какая ситуация то есть в принципе у нас дома есть пылесос и периодически я через день пылесосил вот он собственно пылесос пылесос неплохой тут даже какой-то мусор присутствует пылесос реально крутой пылесосит хорошо вытряхается ну в общем клево но это же надо ходить с ним пылесосить тратить свое личное время что собственно не хочется а тут что-то в общем как-то на просторах интернета мне попался робот-пылесос либо ты не заговорила да у нас в группе там в одном и чате очень сильно обсуждали этот робот-пылесос я сама дала ему пищу для размышлений они в общем там вели беседу какой робот-пылесос лучше ну и в общем наше решение было выбрать робот-пылесос сяоми второго поколения я конечно здесь не вижу ничего сяомишно но вот эти два первых иероглифа читается как сяоми и вижу вот здесь еще сяоми написано мы зашли в официальный магазин сяоми и этого робота пылесоса там нету сказали у них только первый который первого поколения вот первого поколения не хочется как-то посмотрели второй получше он еще и протирает влажную уборку делать и не хотел покупать пылесос чтобы он протирал правильно но посмотрев очень много разных отзывов почитав в общем он все-таки принял решение купить именно этот пылесос разные там видео сравнения смотрел да кстати ребята если может быть кто-то сомневается какой взять или еще что-то я очень много перешерстил материала я очень много посмотрел видеороликов всяких видео обзоров и мною было все-таки решено взять сяоми потому что он более какой-то умный по моему мнению то есть он именно прям залазит везде везде строит карту маршрута и прям вот он хорошо работает у него большая батарея у него очень большая мощность всасывания и общем ребята мы приобрели его и еще найти что еще хочу что добавить перед тем как мы его сами распакуем и попробуем он почему к нам еще подойдет больше всего потому что у нас нету ковров я терпеть не могу ковры у нас да и у нас практически у квартира она вся вот ровная то есть он может принципе заехать в ванну в детскую там спокойно под кроватью полазить по пылесосе ну вот это наверное самое главное да то есть плитку тоже протирать будет одно удовольствие там идет у него сзади влажная такая тряпочка он в общем подотрет все пропылесосит и нам будет больше времени чтобы заняться своими делами что больше помонтировать видео и так далее я шутила вот наверное целую неделю над ним я говорю нам нужен только робот-монтажер и больше нам никакие роботы не нужны мы все сами сделаем робот-монтажер это хорошо потому что все свое время он тратит на монтаж видео xiaomi если вы смотрите придумайте робота-монтажер пожалуйста распаковываем да сегодня с вами будет распаковочка и по пылесосим в общем и кстати ребята я в общем убрал обувь если вы можете видеть вот эту кучу вот эту кучу пыли вот посмотрите я здесь тапки трес чтобы это все дело я хочу попробовать как он как он справится эта задача я еще несколько дней специально не пылесосил знаете так уже прям неприятно хочется достать пылесос и пропылесосить поэтому я тебя сейчас включу и ты у нас тут все уберешь как мы его купили мы выбрали его в официальном магазине сяоми есть в приложении wechat официальный магазин сяоми мы его там разглядели вы смотрели цену узнали а когда пришли в официальный магазин они сказали что у них нету этого пылесоса мы говорю ну хорошо как нам заказать мы не можем заказать через это приложение потому что там все на китайском языке вот типа помогите нам его заказать и прям продавец хотя он на самом деле не обязан был нам это помогать цена этого пылесоса две с половиной тысячи и они да так смотрим в общем здесь в общем это пластиковая такая крышечка это поддон поддон чтобы пылесос мог заезжать на него и так как у него присутствует мокрая тряпка чтобы в общем если у вас паркет или еще что-то он у вас не портил паркет у нас везде плитка поэтому дальше что нас встречает здесь вот такая инструкция показывает что правда ребятушки приберите там так далее так инструкция для слабаков мне еще понравилось что здесь можно управлять с приложения ты знаешь что к тебе придут гости и ты такой знаешь издалека чтобы его запустить запускаешь приложение так надо убраться быстрее я понимаю что можно настроить по времени до что там вы взял но я думаю что это неудобно и периодически будем включать когда будет удобно то есть допустим поработали поработали нажали на кнопочку пропали здесь пожалуйста всю квартиру а сами уж и на бед потому что он жужжит достаточно шумно и вот и чтобы не слушать это пускай убирается в отсутствие нас так это мне кажется просто уплотнительный какой-то тряпка такая как будто бы нас чуть был серая серая какая-то да еще какой-то мусор здесь две тряпки она вот здесь в общем на липучках из это сам контейнер куда наливается собственно вода ой какой маленький сколько же там воды вот сюда воды да это вот только вот это да вот сюда не интересно вот собственно запасные клапана которые стоят вот здесь которую именно собственно делают подачу воды то есть когда он выезжает небольшое нажатие происходит на тряпку и тряпка смачивается смачивается чтобы она была влажная уборка и вот он собственно сам пылесос вот интересно даже не написано что он сяоми на роборок написано вот и не знаю там что у них случилось они может быть там не поделили хотя у них вроде бы коробочка смотрю вся у мишна непонятно там какая кухня так собственно наблюдаем два резинных колеса один веник я смотрю много этих пылесосов есть два веника я кстати очень сильно заморочился чтобы найти робот пылесос с двумя вениками потому что по моему мнению когда он будет замахивать он как бы помогает типа понимаешь он более обширно берет но к сожалению почему-то во вторую версию умного робот-пылесоса сяоми поставили один веник непонятно что мы видим здесь датчики чтобы он не упал с лестницы вот они датчики то есть если он подъедет краю он остановится и поедет в другую сторону что мы видим здесь щетку лёсика здесь база для зарядки то есть он заезжает на базу они чуть попозже дальше что у нас еще здесь собственно как это снимается ну вот вот так снимается вот эта крышечка здесь у нас должен быть ножичек удобно где я не вижу почему-то снимал но это только проведение все подробно это так это четко не снимается тоже она там полиэтилен какой-то мне кажется надо его убрать будет можете был запасной ну что он в комплектующих ну ладно нет вот этот полиэтилен не надо мне он наоборот уплотнение доделала это резина так ладно устанавливаем это общем делается демонтаж бах все поставили на место все нам это дальше не интересно здесь ребят по комплектации продолжим здесь у нас база собственно на которую он будет заезжать и заряжаться будет объем у него аккумулятора 5200 миллиампер часов если не ошибаюсь в общем такой ездит пылесосит и сел все он поехал зарядился и выезжает на тропу так сказать войны и продолжать пылесосить дальше есть кресел провода да у нас сделали добро все проще делается фильтр так не знаю он наверное дополнительно идет и провод который окей с комплектации вроде бы все остальное все убираем трактор поднимается мощно так открываем собственно робот пылесос посмотрим что там а вот он этот щеточкой которая очищает именно она очень удобно как размещена и здесь в общем такой вот есть лезвие если у нас как бы загрязнился до забился волосами достаешь и здесь это очень много намотанных волос так берешь и так срезаешь здесь тоже наматывается и здесь прям лезвие он прям срезается резать потом раз 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 почистил убрал то есть эта штучка я думаю что нужно будет так здесь мы наблюдаем баг здесь кстати все предупреждения на английском языке дублируют заметил вот здесь уже фильтр установлен еще то есть тот запасной фильтру до запасной так как открывается вытряхнуть а вот здесь собственно это что через эту дырочку вы не ты думаешь что через фильтр так снимается легко раз вытряхнул и все контейнер может помыть но этот фильтр мыть нельзя закрываем все так вопрос где же поставить нужно поставить ребят в таком месте чтобы он там вот вроде бы был рядом вроде бы не мешался я почему-то вижу здесь либо здесь получается либо здесь но здесь мне кажется лучше что он будет не на проходе стоять ха 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 у нас слишком высоко розетки да 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 так что мы делаем мы берем тройник тройник спасет нас не знаю прячем его максимально чтобы не видно было так в общем ребята установил я его на базу он тут в общем прокричал что вот он стоит на зарядке вот и и эта кнопочка символизирует то что он заряжается дима он немного сердце в общем информации никакой я не вижу сколько он насколько заряжен так далее что нужно сделать далее в общем есть у меня такое приложение на телефоне михом нажимаем на него нажимаем добавить устройство так home и наш пылесос называется роборок вакуум нажимаем на него и собственно он показывает нажмите кнопочку reset на самом пылесосе открываем крышечку и видим в общем здесь кнопочку а кай файл хочет подцепиться так но сначала нам нужно само устройство подцепить нажимаем на свет так не получилось в общем он показывает мне сейчас нужно нажать две кнопки первую вторую кнопочку нажать вот как здесь на рисунке и подержать для подключения к вай-фаю нужно подцепить данное устройство к вай-фаю нажимаем эти две кнопочки так что такое рекомендуем меткой что значит но у нас living room же да получается имя устройство роборок вакуума принять давайте начнем бах в общем после обновления мы приступим пылесосить еще что мне нравится в этом устройстве то что всегда приходит обновление то есть они следят за своим оборудованием смотрят видимо дорабатывают какие-то недочётики и по воздуху прилетает обновление обновилась вот здесь это общем уборка из в общем можно много вариантов убирать часа но отсканировать должен территорию всю и прорисовать комнату можно зональную уборку сделать подправить на зарядку перемещение так а не влазит надо я хочу чтобы он как раз туда и заехал а ну вот поехал все нормально посмотрите строит карту отлично фигню маленькую ставим это чуть присохшая а нет это просто крупный мусор так в общем ребята первая уборка смотрим как он убирается в общем конечно же желательно перед уборкой освободить пространство чтобы он в общем конечно же получше убрал но фишка в этом как бы теряется собственно вот хочется конечно чтобы он везде сам полазил детскую поехал вот это вот очень интересно потом построить карты здесь в общем детской смотрите ну и по шуму чуть-чуть потише чем обычный пылесос да но шумновато да все равно теперь я могу с приложения просто запустить он поедет будет убираться и кстати я хотел еще вот что вам сказать я не не поставил в общем контейнер для влажной уборки потому что в доме очень грязно и я хочу чтобы он не размазывал эту грязь а именно с пылесосил после первой уборки я думаю что я наверно наберу полностью контейнер с водой и посмотрим как он делает влажную уборку а он нужен собственно приехал так куда он сейчас поедет интересно нашу комнату он почему-то не захотел как ехать а в общем ребят смотрите не до убирался заряд сейчас посмотрим сколько осталось поехал на базу заряда осталось 23 процента 44 квадрата он убрал и 48 минут он в общем пылесосил не всю квартиру он убрал он не пропылесосила в кухне и не пропылесосил в детской детской там наполовину пропылесосил и я просто восторге насколько он хорошо это все пылесосит вот я думаю что можно в принципе даже поставить влажную уборку и пускай он уберет всю квартиру 20 там с чем-то процентов все едет на базу заряжается мне интересно после того как он зарядиться он должен самостоятельно выехать до убираться девочки пришли со школы сразу же кинулись смотреть новинку полина тоже обзоры смотрела представляете ребят вместе с полиной изучали она знает уже про эту подставку которая ставится ну все он поехал уборка делаем паузу и отправляем на базу отходите он поедет на базу убегайте домой домой поехал всю квартиру пропылесосил хорошо то вообще ты посмотри смотри какие мы поросюхи отлично ты специально не пылесосил ждал супер-машину офигеть чего он набрал сколько вы посмотрите почти целый контейнер еще интересная одна особенность можно управлять самостоятельно таким джойстиком смотрите можно просто раз развернуться поехать прямо здесь учета грязновато да надо проехаться а также есть клавиши это просто прямо ехать это поворачивать в настройках самого робота робота пылесоса есть вот здесь вот такие точечки нажимаем на них и здесь здесь аудио пакет здесь очень много различных китайских аудио пакетов можно выбрать мимишно может он разговаривать можно как робот я просто выбрал английский это получается ребят следующий день сегодня будем пробовать влажную уборку и я хочу вам сказать что он вчера пылесосил и уже наблюдается мусор 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 для этого нам нужно набрать контейнер идемте здесь имеется вот такой вот пробочка открываем ее и наполняем и несем наш контейнер в пылесос запускаю приложение my home можно посмотреть статус пылесоса и нажимаем уборка сразу видно что здесь убрался смотри влажная уборка здесь присутствует я вижу судя по мокрому следу думаю он ушел на покой время уборки 57 убрал всю квартиру кроме двух туалетов два туалета были закрыты один был открыт и у нас нас три туалета перед тем как уйти он сообщил что убрался убираемая площадь 49 квадратных метров оставшийся заряд 69 процентов и время уборки 57 минут хотелось бы конечно поговорить о уборке о чистоте уборки вообще конечно трудно оттираемые пятна конечно же он не смог оттереть он просто увлажнил пол и собрал мелкую мелкую пыль да то есть есть некоторые моменты то есть вот допустим здесь что-то там такое въелось и действительно здесь нужно только с помощью усилий это все ототрется ну и все ребята в общем на этом распаковка и тестирование пылесоса заканчивается каком-то нахожусь в восторге от этого всего происходящего то есть ходишь ноги задирает чтобы он там там проехался везде комнаты открываешь естественно расставляю специально стулья маленечко чтобы он именно захватил вот эту обеденную группу также здесь мне пришлось стулья расставить в таком положении до чтобы он заехал да и сделал уборку именно под столом уборка я доволен на все сто процентов мне нравится когда происходят какие-то процессы без своего вмешательства то есть можно принципе уйти из дома и он будет убираться это очень здорово кстати ребята если кому интересно это не реклама ни в коем случае я не рекламирую его и я даже вам не дам ссылку где его брал можете сами поискать его в интернете очень много это компания сяоми робот второго поколения с влажной уборкой если кому надо в общем можете поискать в интернете спокойно катя впечатлена от уборки она мне уже тут рассказывала но я как-то немного скептически была ко всему этому настроена потому что я привыкла что надо залезть каждый уголок там с пылесосом и так далее но в принципе я довольна уборкой и хотела сказать что я так за ним пристально наблюдала вот он убирается я постоянно смотрела следила за ним как он убирается знаете такое ощущение было когда первый раз стиральную машину купили мы поставили стирку я все сидела слушала смотрела я стирала я стирала я ждала когда она все постирает потом вытаскивала белье проверяла как она постирала здесь примерно что то же самое происходило но ты так не уверенно делала эту покупку хочу тебе сказать в общем эта покупка мне ребята очень нравится я испытываю какой-то восторг и я думаю что это самая удачная покупка так снимаем фильтр и посмотрите ребята за два дня сколько собрано мусора почти полный полный контейнер вытряхивается достаточно легко снимается фильтр и так у нас воды осталось вот столько ну практически все и вот такая тряпка ну ничего страшного особо ну мелкой как это пыль видимо в общем тапку на помыть ну еще ребята на этом мы закончим это видео я думаю что вам понравилось и ставьте пальчики вверх пишите комментарии если вам нравится такого рода видео в нашей семье будут еще распаковки если вам нравится подтвердите пальчиком вверх и всем пока